Нам уже раза три или четыре задавали вопросы, да, как бы расскажите, как вы воспитываете детей, на что вы опираетесь, что вы хотите как бы в дальнейшем получить как бы от этого воспитания, ну и вообще как бы там и про секции как бы про спорт именно задавали вопросы, про силовые виды спорта. То есть давайте я вот постараюсь объяснить свою точку зрения, Мариша меня дополнит, потому что сейчас пока вот у меня мысль я поймал, мне надо высказать ее, вот, видео может кому-то покажется затянутым, но просто хотелось рассказать, давайте я вот сокращу максимально, как я вижу это, если кто-то захочет, чтобы я подробно разобрал, вы прямо в комментариях пишите, что Саша, вот ты не договорил оттуда, как бы ты не говорил оттуда, не договорил, давай-ка нам поподробнее вот в этом моменте остановись, я буду подробно рассказать, прям отдельный ролик посвящу прям вообще вот этой теме. Смотрите, у меня родного отца не было, у меня был отчим, мама постоянно была на работе и фактически как бы он когда вышел на инвалидность, вышел он очень рано, моим воспитанием он не занимался, кроме как гонять меня по дому, я говорю, вот он, ну ненавидел, вот просто у меня всеми, там в глазах было написано, что он ненавидел меня. Я еще тогда, помню, был маленький, я себе такое, как бы в голове построил, как бы такой план, что если у меня будут дети, я буду с ними заниматься, все равно как-то им объяснять в каких-то этапах события, то есть показывать им, как нужно жить, то есть ну на каких-то моментах, чтобы они не ошибались. Плюс потом в моей жизни появился Виктор Иванович Новенька, привет батя, он меня смотрит, я его называю батя, потому что фактически с 13-12 лет он как бы с улицы познакомился со мной и он меня как бы воспитывал, то есть мне объяснял какие-то моменты, рассказывал, как вот на этом этапе жизни меня сейчас буду вести, как на этом, то есть ну показывал. Фактически я его скопировал, то есть как бы взял его, как правильно Марина сказать-то, вот эту, не стилистику, а как вот поведенческую манеру, воспитание, что я буду воспитывать своих детей вот так. Соответственно, Маришка, она очень сильно дает, давала Насте и дает Славику именно чтение там, еще какие-то моменты, вот именно то, что необходимо, вот такие базовые моменты. А все, что жизненное, как бы, знаете, там, посоветоваться там, а вот как вот здесь, как бы папа, ну как бы, как вот здесь, как бы, это как бы, соответственно, я. И, соответственно, когда я вижу, что вот у меня у ребенка возникает какая-то ситуация, в которой он не может сам разобраться, а я это вижу, и на самом деле это легко видать, когда ребенок начинает запутываться как бы в себе, знаете, там какие-то там мысли у него появляются, видно, что он отречен, он как бы вроде с тобой разговаривает, но он где-то там, вот, ты начинаешь с ним работать. и стараясь как бы ему объяснить и рассказать вот знаете у меня допустим был такой этап когда насти начали мальчики нравится да это лет 11 может был там или 12 влюбленность у нее пошла я просто взял купил книжку как бы социологии да как бы ну там где объясняется там что что такое гормоны что может произойти там и вот я книжку дала раз она любит читать она эта книжка прочитала как бы но фактически что-то поняла ну нифига не понял как обычно она бывает то есть как бы она понял то что и как бы хотелось я объяснил просто на примере и всегда я объяснял как бы и славику объяснял и я считаю что моя манера как бы именно подачи и для ребенка донесение информации на правильно потому что я вижу сейчас результаты я объяснил гернасть вот смотри у нас мы жили на островского рядышком жила наташа пьянчушка помнишь девочка то есть она одногодка маринина но марина пошла работать постарше на год может на два но одногодка там это разница год-два она не но она всю жизнь бухала вот просто и мама давала все то есть получается мама старалась а так как бы не сама не стра зачем стараться если тебя все делают вот вот есть такая фигня ребят запомните если вы будете давать ребенку сумму все это вот касается от многих богатых детей я их знаю как бы общаюсь они потом жизни не могут самореализоваться потому что как бы когда у тебя есть все тебе не надо стараться ну это вот дальнейшее аудо под позже объясню что я имел ввиду и получается игр от смотри настюша я и каждый раз говорил каждый раз старался от вижу что у него начинается кита мысли по учебе хреновый точно начинает по учебе проваливаться я видел как бы допустим она начинает так это там за мальчиков там что-то знаете как бы нравится этот влюбленность вот это слишком сильно уходить я и говорю вот смотри вот это наташа да а вот это мама да я год кем бы ты хотела быть будущего ну конечно как мама и одну все верно я год наташа у нее в жизни как бы вот все за ним а мы делала она не училась она бухала гуляла говорю ну и в итоге вот что ты сейчас видишь а вот видишь не человек ты существо видишь человек который двух слов с двух слов связать не может от него воняет саниной как бы это это уже овощи тоже не человеке даже помогать не надо потому что человек сам себя загнал понимаете таким людям помогать бессмысленно это это человек овощ, который уже все, у него ничего не надо абсолютно, он сам вот так решил жить, я видел отчима своего вот так, вот он сам решил так жить, он живет так, понимаете если ты, говорю, хочешь что-то в жизни добиться, так же, чтобы тебе с Москвы звонили там, директора, когда вот мама там в банке работала, там, какие-то вот такие, чтобы за тобой так вот, как бы, ценность какая-то была там, знаете, что ты был ценным кадром там, еще что-то, я говорю, надо стараться надо учиться, ты должна учиться в тот момент, когда там наступает период, когда девочки начинают гонять с мальчиками я говорю, там, как сказать начинаются вот эти влюбленности непонятные, причем, как бы, все девочки которые в 13 лет загуляли, я многих просто знаю они потом очень сильно жалели уже взрослыми что они так рано начали гулять, что им никто вовремя не объяснил, родители не занимались ими это очень плохо, надо с девочками больше заниматься, чем с мальчиками вы это должны понять, потому что ой, как-то Настя мне задала такой вопрос папа, почему ты так заботишься обо мне чтоб я не загуляла с мальчиками? объясняешь мне все, помнишь, да? а Славе, говоришь, с девками надо вот прямо вот так говорит, в чем разница? я говорю, Настя, разница большая и вот, понимаете, я садился и по часу, по полтора ей объяснял, в чем тут разница? почему мужику достал, встряхнул и пошел легче, чем женщине потом все это пережить в себе и чувствовать себя униженной, использованной? я говорю, Настя, это два разных организма две разных психологии, мышления, смотрение на какие-то вещи говорю, это абсолютно, если я говорю, я Славику буду объяснять, что ты должен быть действенником я говорю, он станет психом то есть рано или поздно он придет к тому моменту, что он не сможет, у меня просто есть такие парни знакомые, которые все еще там протяжении им 35 лет, они не состроили никаких отношений они живут одни, там, передергать, не передергать я не лезу их ниже, но я понимаю, что у них вообще все сложно, потому что в свое время как бы, ну, позиционировали им вот так что надо как бы вот, надо с мальчиками объяснять, но, чтобы это было правильно, да? ну, в то же время, как бы, чтобы он не уходил прямо вот в этом, прямо с головой вот, я поподробнее, если надо будет, я расскажу, что я имею ввиду, но, вот, я ей объясняю я с ней как-то работаю, я вижу, что, допустим ей нужна была физическая поддержка то есть я всегда с детства с ней занимался, Маринка знает, борьбой, там, еще что-то, как бы, но надо было в персонале поставить ее удар для чего я это делал? Я не хотел это вырастить из нее, Маринка знает спортсмена, никогда я не хотел, но я всегда, Маринка говорил, я буду спокоен, если моя дочь, как бы, где-то в темном переулке даст сдачу, было такое, Маринка, что, как бы, она даст сдачу и убежит, но она останется живая не изнасилованная, хотя бы будет шанс, он шанс, он всегда есть, понимаете, и он зависит от того, как мы, как бы, ребенку, ну, как бы, даем информацию, соответственно, я с ней занимался борьбой какие-то удары, но поставить, чтобы профессионально я не мог, соответственно, что было выбрано? Я пошел в тэквондо, тэквондо пришел, я говорю, это клуб Матевилиха, я им говорю, я сразу, как ее звали, Алина, Алина сказала, там, вот она держит, ну, у них, видите, все на бизнесе, потом я уже, когда узнал, все поставлено, то есть, там с детьми нифига толком не занимается, а она такая, заинтересовать меня, а что вы хотите, как бы, от этого, ну, вида спорта, вырастить спортсмена, либо же все-таки для себя, я сразу четко сказал, Марина присутствовала перед этим, я говорю, для себя, нам надо поставить удар, чтобы это, и потом, как бы, соответственно, раз у них все это поставили на деньги, она нас постепенно начала втягивать в этот, сильный Ваня, сэрнтадам, тэ-тэ-тэ-тэ, но нас постоянно ставили по возрасту с черными поясами, все время, хотя она обещала, что этого делать не будут, то есть, Настя у нас уходила два раза, вы представляете, либо она там, Настя получила, там, ну, условно, какой там, желтый пояс, или какой у нее там был, вот, а дерется она в спарринге, грубо говоря, бьется с черным поясом, у которого за спиной там просто пипец, конечно, ее вырубят, то есть, это даже бабки не ходи, и, знаете, как бы, один раз Настя ушла в тяжелый нокаут, второй раз она с таблетками ушла, они ездили на соревнования Нижневартовска, нам обещали, что не будут с черными поясами ставить, ее все равно поставили черным поясом, она ушла в нокаут, ее таблетками отпаивали, соответственно, после второго раза, то есть, когда Настя ушла в нокаут, я для себя понял, что с этим клубом пора завязывать, то есть, и, соответственно, как бы, вот это, знаете, отношения, вот это все, с ними занимаются дети, то есть, вот они набрали группы, вот эти, понимаете, а вот это Алина там с сестрой была, я против них ничего не имею в виду, дай бог им здоровья, и чтобы бизнес их им процветал, но то, что с этими же группами они не занимались частично, да, там процентов 80, то есть, это же не бесплатная секция, ты платишь, чтобы с твоим ребенком занимались и поставили ему удар, вместо этого с ними занимаются такие же дети, да, которые ходят там, ну пусть на два года больше, а эти тренера заняты своими какими-то там делами его разъезда в 30-е, потом и после этого они ставят с черными поясами, соответственно, что получится, да ничего не получится, вот, походили, все, это Настя, в принципе, я с ней также дальше продолжал дома заниматься, я увидел, что удар уже более поставленный, и в принципе, я понял, что для этого хватит, ну, объясню, у меня очень много друзей тоже так же водили в тэквондо, тоже так же детей, но там некоторых начала голова болеть, ребят, там, одному ребенку где-то в Национальном Питере селезенку отбили, оторвалась, я не хочу из ребенка делать инвалида, да, то есть, я приводил его в спорт для того, чтобы ему поставили просто удар, все, то есть, на базовом уровне защищаться, все, этого достаточно, я противник, скажем так, вот прям профессионально толкать, вот сейчас лавку я хочу борьбу отдать, для чего? Ну, чтобы у него была, как бы, гибкость какая-то, ну, профессионально я не буду с ним заниматься, усираться, чтобы, вы поймите, большинство спортсменов, они же тоже как инвалиды потом, то очень много болячек, вы даже не представляете, насколько много, и с сердцем проблемы, вот у меня пятиборец, как бы, с коленями, с позвоночником, с шеей, как бы, там просто масса, это ребята, им память к нам при жизни ставят, что у меня вот друг, получается, водил в молот, ребенка заниматься хоккеем, а проблемы с сердцем начались, то есть, настолько умотали ребенка, для чего вопрос, вот для чего, вы спросите, в первую очередь, а ребенку это надо, детство у ребенка должно быть, детство, вы должны заниматься с ребенком, не красть его детство, потому что детства у него уже не будет, а то, что он запомнит, что его шпеняли и тому подобное, это не детство, это, блин, жопа какая-то, вот, поэтому всегда давайте ребенку отдых, то есть, да, в школе бывает, как бы, надо вот, чтобы он учился, 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 но если вы постоянно будете тыркать, учиться, 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 он вам, грубо говоря, потом не даст таких результатов, то есть, ну, давайте отдыхать, пускай возьмет больничный, отдохнет неделю, побудет, как бы, восстановит силы, потому что сейчас учеба не та, которая была раньше, их там дрючат сейчас, они там с утра, вот нас, Настя, на учебу уезжает, я привожу восемь, и она только там в три часа, в четыре может домой вернуться, ну, понимаете, да, или бы мы раньше уходили утром и пришли уже к 12, мы уже дома были, разница совершенно, в первый класс шли, раньше учили буковки в первом в этом классе, а сейчас в первый класс идут, они уже посчитать, считать, писать, и таблицу умножения уже знают, ну, как бы, вдумайтесь, как бы, да, то есть, наше правительство, что делает, ну, я не имею права, как бы, и судить, они там сидят, как бы, сколько колокольни им виднее, но вот с земли, как бы, я как это вижу ситуацию, соответственно, вы должны, как бы, вы будете, я что имею ввиду, у вас должен быть и пряник, и кнут. Саша иногда так с Настей разговаривает, что она может два часа реветь после его сего ра. Да, да, то есть, я, бывает, вы поймите, вы должны не просто там наорать на ребенка, или там что-то, да, там просто взорвались, и думаете, он понял, ни хрена он не понял, вы должны сесть и часа полтора ему объяснять просто, вот как вот, а та, да я, не понял, поехали по-новому, а та, да я, а та, и вот таким способом вы должны донести до ребенка, что вы хотите от него, что он должен делать и как он в жизни, в принципе, должен поступать. И вы ему должны, как бы, на каждый его вопрос найти ответ. А почему так? Вот он задаст вопрос, а почему так? Вот как Настя у меня задала вопрос, да, она постоянно задает вопрос, а почему так? Понятно, как бы, и потом, когда она понимает, что, ну, блин, обосралась, она, да, берет и слезы льет. Я говорю, о, лучшее, говорю, решение пореветь, говорю, пожалеть себя и начинай объясняйте почему как бы смысла времени нету а есть смысл только в том что надо сделать выводы и делать правильно обиду срабат конечно потому что у него как а поймите это же личность я в 13 там в 12 там в 15 лет такой же считался личностью еще даже голод мне блин там что-то будет что-то объяснять то есть и тут понимаете вы должны не просто наказать вы должны объяснять работать с детьми надо работать это объясню самое главное в воспитании вот в самое главное воспитать себя 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 вот блин это самое главное объясню почему ребенок как губка копирует вас и вы должны на своем примере показывать ребенку как надо жить вот у я раньше курил к рождению я настя нас родилась там я как бы даже не задумался об этом а когда стал старше я понял что блин это же ну это трэш то есть мой ребенок потом будет курить потому что посмотрел что вот такие кто курит у них дети курят ну зачем и пристал перед славкиным рождением что я сделал бросил курить хуже стало нет ребята лучше стало но по крайней мере я еще и ребенку сумму показал что папа не курит папа не пьет папа занимается там спортом папа занимается каким-то бизнесом папа еще что-то папа все время что-то делает как бы папа вот 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 так вот папа занимается им с детьми для чего это делаю чтобы мои дети со своими детьми также занимались так вот вы будете заниматься ими детьми вы тоже самое получите да тяжело да бывает с работы приходишь остается очень мало времени бывает маленькая видит какое состояние я вообще просто вот 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 никакой но надо сидеть и объяснять вот блин ну ну это наверно Вот прям необходимость разъяснять, объяснять. Да я Маринке, бывает, даже доказываю какую-то свою точку зрения по часу, по полтора. И как бы все-таки она соглашается. На две недели. Ну, я говорю, ребят, работайте с детьми. Так же насчет спорта. Не надо, как бы, получается, переусердствовать. Дайте ребенку детство. У него должно быть детство. Он еще наошибается. Он еще... Столько будет проблем. Начнется учеба в школе. Хрен с ним. Переживет этот момент. Как бы начнется период, когда там созревание полового. Там вообще гоны будут, да. Потом он поступит в институт. А после института он пойдет работать. У него будет своя семья. Вы представляете, как все это быстро заканчивается? Ну, вот я свой возраст помню. Вот я помню. Вот мне было вчера 13. Сегодня мне он практически 40. Вот так вот пролетело. И вы должны объяснить своему ребенку, что не надо в 20 лет там семейные пары строить. Что надо вот этот стереотип, что женщина в 25 лет не родила, а она уже старуха. Это вообще как бы придумано. Вы поймите, раньше там люди в 40 лет... Вот я когда помню, вот там наши мамы, конечно, они уже более-менее как-то... Вот бабушки вспомните, там 40 лет считали себя старухами. Платки, 3-10, ну это бред, это вообще бред, вообще полнейший. Сейчас, смотрите, там в 50-60 пытаются молодиться. И это правильно. И посмотрите в развитых странах как. Там семьи начинают строить в 30, заводят там в 35-40. Сейчас даже в 35 считаю... Вот раньше в 30 было старородящее, да, уже когда? Сейчас в 35 считаю. 35, уже возраст откладывается, это все правильно. Мы начинаем дольше жить, как бы развиваться, ребята, как бы отдыхать. Ну, не зря пенсию перенесли. Ну да, пенсия, да, до 65. Просто вы должны своим детям объяснять, что надо жить для себя, дорогого, любимого, там вот какой-то период времени, как бы. Вот это когда ты закончил школу, там институт, ты хоть какое-то время должен просто пожить, насладиться вот этой жизни, вот это вдохнуть. Потом уже, когда ты встаешь более-менее на ноги, сам окрепчаешь, чтобы не было там всяких вот этих сверстких кредитов и 30-е, ты должен развиваться. У меня даже Настя, знаете, вот мне очень нравится, когда вот там, за ней там два молодых человека вот недавно тоже ухаживали, а это задал вопрос, я говорю, а почему ты это? Она говорит, папа, ну ты что, дурак, что ли, говорит? Мне говорят, зачем все эти, говорит, сейчас вот эти отношения, говорит, я понимаю, что мне сейчас надо учебой заниматься, это у меня вот прям основное, да? А потом я хочу попутешествовать по всему миру, как бы, и уже строить отношения, когда я буду готова там в 25 лет, говорит. Но до 25 я вообще никаких отношений, говорит, не хочу, говорит, таких серьезных, да, может, встречаться как-то, ну вот серьезных там. А сейчас, говорит, серьезных вообще даже встречаться, говорит, не хочу, мне, говорит, этого не надо, да? Она говорит, я просто хочу учиться. И вы знаете, как бальзам на душу мне. Вот прям льется, я думаю, ну слава богу, то есть я как-то вот все-таки на своего ребенка повлиял правильно, я своему ребенку что-то объяснил правильно. И так же со Славкой я работаю. Ему не нравится, у него еще характер такой упертый в меня. Ему очень не нравится это выслушивать. Слава, тебе не нравится, когда папа нудит? Нет. Нет, ему не нравится. Но я занимаюсь с ним, я ему объясняю, это необходимость, вы должны понять это. Вот вы не будете заниматься ребенком, ребенок займется сам собой. И когда уже он созреет как личность там в 13-12 лет, и вы уже ничего с ним не сделаете. Вы не поймаете его. Ой, как помчится. А потом начинается, вы ему показываете психи, там 30-е, а ему уже пофигу. Он уже это схавал, он это переживает, он уже живет своей жизнью. Это Саша о своем примере. О своем примере. Вы должны заниматься с детства с ребенком. Вот прям с самого детства. Вот я говорю, Маринка привела у Насте книжки читать. Она в Насте вот такую толстую книгу в день может просто прочитала. Я говорю, как так-то? Нак, ты что такая книжка такая? Ой-ой-ой. Я там все было, мне он сейчас рассказывает. Нас вообще вот многие ругают, что у нас дети, вот Настя пошла в 7 лет, ей в конце сентября исполнилось 8, да? Вроде бы ребенка поздно отдали в школу. Ну, он намеренно, да. Славик, да, Славик у нас пойдет точно так же. Он пойдет в 7, ему в декабре исполнится 8. Детство. Мы не хотим поработать, поучиться. Ребенок всегда успеет. Успеет, у него хватит надо. И кто-то говорит, что, ой, у меня у ребенка, вот у меня двоюродная сестра, да, Рвини, вот у нас разница месяц со Славиком. Они в следующем году хотят идти в школу. Да ему так, говорит, нравится на дополнительные занятия ходить. Я говорю, ну, учиться сейчас столько лет они учатся, он всегда поуспеет и в школе, и в институте, и потом поработать. А вот в садик походить. Отдохнуть. Захотеть. Даже захочешь, не походишь. И поэтому этот период, пока есть возможности, пока вас держат в садике. А, ходить в садик. Пусть он там играет, эти машинки катают, солдатиками играют. Там у них тоже есть занятия. Если ты хочешь, ты в воскреску вводи, да, развивай ребенка. Но намеренно забирать у него детство. Да, это, ребят, не отнимайте, потому что... Я вот вам пример привел. Вчера мне было 13, сегодня мне уже практически 40. И вам точно так же, и кто нас смотрит. Вот у меня даже ребята есть, я в Counter-Strike играю, там, ой, какой ты, Саша, старый, 30-е. Я говорю, вот, знаешь, тебе сколько он говорит? 12 там. Я говорю, ты сейчас вот так моргнешь, и тебе будет 40. Так что время летит. Поэтому... Как Настя у нас говорит, ой, мне уже полтридцатника, да, а сейчас уже 16 исполнилось, а мне уже больше, чем полтридцатника. Да. Поэтому и Насте, я пытаюсь объяснить, я говорю, Настенька, я говорю, вот смотри, я говорю, вот, просто пример простой. Я говорю, хочешь, да, как бы, веди взрослую жизнь, прямо сейчас, вот прямо начинай взрослую жизнь. Я говорю, ты начнешь уже думать не о том. То есть, я сейчас там плюшевые игрушки обзор делаю, да, на своем канале записываю, радуешься, да. Представляешь, как кайфово это? Я говорю, там у тебя начнутся отношения, психи, там будет выяснение отношений. Это молодые вот эти организмы, когда, понимаете, там это все вот прям, ну, нет отношений без эмоций, как вот эти молодые. Ну, ну, вот. Нет, говорю, это отношений, когда вот, нет отношений без эмоций, вот это, знаете, как бы там измены, там еще 30-е, вот это молодые организмы, вот, понимаете. Я говорю, давай, я говорю, иди туда, давай, давай. Ты, говорю, это, раньше времени ты и об учебе забудешь, говорю, и папа с мамой у тебя будут плохие, ну все будет у тебя в жизни хреново, говорю, у тебя начнется любовь, он будет один-единственный такой в мире, а потом через 20 лет ты будешь жалеть, то, что там и как бы действенность рано потеряла, и то, что мозги там у тебя вытрепали, там, ты могла пойти вот на хирурга учиться, а ты не пошла, потому что вот ты считала, что это, я говорю, давай-давай, и в 20 лет, говорю, как бы, и лялечку, говорю, тебе, вот ты даже еще только сама лялечка-то была, и тут раз в 20 лет уже лялечку, говорю, свою уже воспитываешь, как бы, да это наш пример, ребята, Маринке, он, как бы, в 20 лет она родила уже, 21 год она родила, это, представляете, то есть сама еще ребенок, я, почему я говорю, что я только в 30 лет начал понимать, в 31 год, что такое семья, вот вдумайтесь просто, в 31 год я понял, что такое семья, до 30 лет мужики вообще хренусь-то дают, вы мне покажите хоть идеального мужика до 30 лет. Ну, у кого-то опять бес в ребро, кому-то поезжает. Ну, у кого-то еще позже, потому что чудит, блин, дайте отдохнуть человеку, вот своему парню, чтобы он потом крепкую семью воспитывал, дайте отдохнуть своему ребенку. Жду девочке, объясните, чтобы она потом крепкую семью воспитывала, держала, как бы, в руках, потому что она все, как бы, отдохнула и вот начал готова. И она уже идет не просто от гормонов и эмоций на отношения, а именно, как бы, это вот необходимость, все, уже она готова, как бы, она понимает от жизни, что она хочет. Вот, и такие моменты, вы должны работать с детьми. Вот это, вот для меня задача была, я в детстве себе поставил, что я буду объяснять, буду работать, потому что у меня было очень много девочек. Я был настолько молодой, там, 15-летний, у меня там, 13-14-летние девочки поменялись, подружки, как вот, как перчатки, вот такие были отношения. Представляете, что это хорошо, да это хереново. Это говорит о том, что мне никто не объяснял в детстве, как надо себя вести с девочками, что надо их уважать, как бы, ценить, и, как бы, дело не в том, что письки, сиськи и тому подобное. Что я должен был тогда, как бы, не с девочками ерундой заниматься, а должен был учиться. Гормоны играли. Ну, я, в принципе, не жалею, потому что у меня сейчас есть крепкая семья, да, и я, как бы, даже если то, что меня отчим гонял, я, в принципе, не жалею, ребят, жизнь меня научила. Но жизнь мне принесла, что я могу примером приводить свою жизнь своим детям, им говорить. Как бы, когда она мне Настя говорит, я устала, вот мне, как бы, сейчас что-то тут напряжено все, я говорю, Настя, я в 13 лет на двух работах работал, да, уже в 13-14, я уже, говорю, танцевальный кружок ходил, учился, я, говорю, там, домой воду тускал, 3-10-е, еще находил свое время. И дает, как бы, хорошо, это пинка, когда начинаешь рассказывать, объяснять, и, там, раз в полгода рассказывать свою ситуацию, как-то, она взахлеб слушает. Вот так вот, как книжку читает. И потом смотришь, что направляется. С детства мы поставили, в свое время, я с батюшкой тут, тоже у меня знакомые разговаривали, он сына воспитал шахматиста. Известным достаточно, я не буду фамилию называть. Он воспитывал точно так же, кажется, как я воспитывал Настю, и сейчас Славку мы также воспитываем. Он давал денежку, он, за хорошее поведение. То есть, я с детства объяснял детям своим, что, как бы, садик – это ихня работка, что школа – это ихня работка. И вот, как ты работку будешь свою делать, так ты будешь зарплатку хорошую получать. Работу делаешь плохо, зарплаты ты не получаешь, и тебя еще вычитают. То есть, вот Настя у нас училась с первого, там, класса, да, условно, там, с второго, оценки данных, с второго класса начали же получать, да. У нее, это, в садике у нее, там, она за день получала, как бы, получается, там, ну, условно, в день, там, 10 рублей, которые, как бы, там, копились, и она, там, тратила, ну, в эти развлекательные центры мы ходили. Как он, там, в это, в Play Do. Play Do, там, ну, такие, там, такие-то, да. Вот, а потом, когда я пошла в школу, то есть, я увидел, что, как бы, у нее интерес, как бы, вначале запал такой, как бы, потом, знаете, как бы, он начинает теряться. Я говорю, смотри, Настюша, я говорю, это твоя работа. Я говорю, ты должна получать за это деньги. Она говорит, да, я говорю, да. Я говорю, 5 рублей, 5, 5, 5, 5, 5 баллов, да, там, оценка 5. 5, 50 рублей, 4, это 40 рублей, 3, это ничего, 2, мы учитаем 100 или 150, 100 или 150, вот 100 рублей учитаем. Вы не поверите, ребят, а был у нее еще кредитный лимит, то есть, если мы ходили, вот это, в Play Do, там, или как он называется, это, не помню, вот, развлекательный центр, она могла на неделю брать кредит лимита, который она потом нам оценками выплачивала. Я вам скажу, в каком она мне классе, в седьмом, она меня загнала практически чуть ли не в долг. Помнишь, да, как столько она пятерок приносила, и, короче, я там что-то 3 или 4 косаря ей должен был просто отдать за месяц. Но, вы поймите, когда ты у нее забираешь деньги, ей обидно, очень обидно, но ты ей говоришь, вот в жизни, вот сколько ты хочешь зарабатывать, ты заработаешь, все зависит от тебя, как ты будешь работать, так тебя ценить на работе будут, так ты будешь сама на себя, если работать, ты будешь понимать, вот сколько вот, как бы надо, столько ты зарабатываешь. А если не хочешь, как-то, Наташа, говорю, а если не хочешь работать, а как-то, Наташа, говорю, бухай, там, полмойкой работай, делай, что хочешь, давай, говорю, вот, вот такой вариант. Ну, не так разоберешь? Ну, так. Все точно так, ребят? Ну, вообще, вот это вот материальное стимулирование, кто-то против, что детей, как бы, рублем стимулирует. У меня вот был одноклассник, он до седьмого класса учился с тройки на двойку. Вот честное слово, с тройки на двойку перекатывался. Родители ему пообещали купить, мол, компьютер. Вот когда они только начинали входить. И вы представляете, он школу закончил с серебряной медалью, с одной четверкой. То есть вот до того мотивация вот эта вот все-таки материальная, она как бы имеет большое значение. И кто-то говорит, что если ты до седьмого класса плохо учился, и потом ты уже не сможешь хорошо учиться, это все неправда. То есть человек с восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, четыре класса, и он смог вытянуть на серебряную медаль. Это показатель, что троечник смог стать чуть ли не отличником, но медалистом. Поэтому, да, я предложил в свое время такой вот вариант маленький, она меня поддержала. И мы вот таким самым, а мы еще делали эксперимент. На какой-то момент переставали ей деньги давать, и она так нехонечко, интерес пропадал. Ну, мы, в принципе, поняли, что да, мы должны. Так же сейчас, как она ведет свой канал, как бы она ведет у нас, получается, в Инстаграме группа, она за это получает деньги. Да вы, ребят, не представляете, какое у нее рвение, как эти фотографии. Она научилась в фотошопе работать. Ребенок фотошопу не подходил в жизни. Некоторые на фотошоп образование получают, учатся. А сейчас она папу обучает. Она меня обучает. Фигач, только шуба заворачивается. Она все курсы там онлайн прошла, как бы бесплатно все нашла, где-то чуть-чуть все сделала, как бы там, ну, много же сейчас везде. Статей начиталось. Все. Стимуляция, пожалуйста. Она разрабатывает 500 рублей, получается, в месяц. В хаши ей платит. И за посты ВКонтакте, одноклассниках 100 рублей, как бы за, ой, 1 рубль, получается, за пост. А 100 постов 100 рублей. Да, блин, она в долги загонит. У нее стимул такой. И учится еще в придаче, еще там получает деньги. У Настя говорит, что деньги лишними не бывают. Да, копит себе, лот, откладывает, все. Скоро родители у нее перезанимать будут. Да. Так что понимаете, что, как бы, вы должны выкручиваться. А что вы хотели? Вы хотели родить ребенка и не заниматься, так потом и получается так, что ребенок начинает сам заниматься, сам находить, как бы, как сказать, где ему комфортно. А после 13-12 лет вы с ребенком уже ничего не сделаете. Он уже сформировался, все, это уже личность. С его мыслями в голове. С его выводами в голове. Так что вот, Маришка сейчас уже меня дополнит. Это вот, как бы, такое кратство, но я думаю, что я постарался донести, донес до вас, вот, как бы, мысль-то свое. Кому надо, пишите в комментариях, я более подробно прям ролик запилю про это. Ну, да все, мне, в принципе, это дополнительно. Ну, ты считаешь правильно наше с тобой воспитание? Вот, как бы, у тебя есть какие-то, ну, к нам какие-то замечания, как в семье, может? Если у меня были, то я бы, наверное, с тобой обсуждала, да. Ну, в принципе, как-то так. Ну, то, что должен быть и кнут и пряник, если честно, просто чисто всегда подмазывать и всегда говорить, что ты молодец, все хорошо, на тебе денежку. Ну, так не получится. Вы воспитаете эгоиста, который, в принципе, самостоятельно ничего не будет готов. Вроде ты боишься ребенка обидеть, да, сказать ему, но если ему не сказать, он не воспримет это. Да, поэтому надо работать и, поймите, вот очень много, многие заблуждаются расследовать ребенку, вот прям все, все, из него вырастет хороший человек. Что, как бы, я выращу там из него хорошего сына или дочь. Не, ребят, я очень много знаю, еще раз повторюсь, людей известных в городе, богатых людей, как бы, которые прям крутились возле своих сыновей, крутились возле своих дочерей. Ничего хорошего не получилось. Самостоятельности никакой. Многие эти девочки вышли замуж за парней, которые прошарены там только ради, вот, ну, как бы, поддержания. То есть и отцы этих девочек, они понимали, надеваться уже некуда, потому что девочки прошли там огонь, воду, медную трубу, там страшно просто, что там прошли они. Мальчики то же самое. Многие, как бы, начинали бизнесы свои, там, потому что он считал, что раз отец смог, значит, он сможет, но отец, как бы, ему в свое время не объяснял, что отец-то своим трудом это все достал, своим потом, как бы. Он не показал ему на примере, как это зарабатывать, копеечку-то, и ребенок просаживает бабло, там, ну, там ничего хорошего нет, ребят. То есть ребенок должен понимать ценность денег. Процент, получается, вот из богатых семей, которые вот прям вот супер богатый процент, супер богатых семей, как бы, да, там, процент детей, как бы, именно, которые реализовали, самореализовали в жизни, он очень маленький. Вот прям вообще маленький. Это и то процент, которые работали, как бы, получается, как сказать. Ну, или родители в период, вот, когда у них были дети, то есть и в период становления, как бы, родительского благосостояния, дети, как бы, подрастали на этом же уровне. То есть получается не так, что дети родились, когда родители уже были богатыми И родители ими не занимались То есть надо заниматься в любом случае Если вы хотите, чтобы у вас достойна была смена Достойный человек маленький, который вырос и помогал вам потом в старости Который вас поддерживал То есть вы должны стараться В принципе, кажется, это всеизвестный такой факт Кто не знал, вот свою точку зрения Как бы свой пример привели, как мы занимаемся с детьми А так, мы тоже ошибаемся, бывает Я ошибаюсь, я признаю даже, бывает Маринка знает, я какие-то моменты перерабатываю Потом пытаюсь как бы Иногда Саша бывает перегибает палку Вроде у него этот кнут идет, но он бывает очень такой Слишком, то есть как бы да То есть давление от меня получается именно в общении бывает очень Ну, как бы я Маринке должен сказать, опять же тоже возразить, что дома Маринка говорит, дети боятся как бы морально только тебя Ну да То есть и она идет за помощью, если что-то ко мне Она говорит, иди разбирайся Иди объясняй, иди работай Ну я могу сказать раз, два, три, они меня не слышат у них как уши Что у маленького уши закладывают Что Настя, вот просто игнор, я говорю Я попка дурак, что ли, сто раз говорить? Она идет ко мне Я говорю, иди разбирайся с ними Они меня, говорю, не слышат Ну я разбираюсь Потому что, поймите, должен быть в семье человек, которому дети должны как бы сказать мягко, да То есть, которые они там пошушукаться где-то И должен человек быть чуть пожестче Ну папа не боятся То есть они, если там нашкодят, так сказать, и это Вот через так Ну не говори, что один говорит, не говори папе Что второй говорит, ну папе не говори Вот этого нудежа моего на час, на полтора никто У тебя тут, поверьте, если вы были моим ребенком, мы бы тоже не хотели А знаете, откуда я это взял? У меня Костя Рещагин, он нас смотрит, Костя, привет Был примером его отец У меня отчим гонял, и он мне никогда ничего не объяснял Он меня мог избить, там, наказать, закрыть сарайки темные Зная, что я боюсь темноты, как бы физически Морально сломать меня пытался всячески, знаете, как бы унизить А Костя, когда-то мы нашкодили, Костя, помнишь, да? С баней Нашкодили мы там сломали, короче, баню ему И отец, и мы как бы спрятались, короче, мы это Спали наседовали Сейчас Костя, наверное, вспомнит, был прикольный момент И это, и нас искали по городу родители А мы нашкодили так, просто думали, ну все, вот нас просто Избьют так, что я, понимаете, воспринимал Костяного отца, как своего отчима То есть я понимал, что общение, вот это, как бы, со мной Значит, ну везде такое Ну раз меня же бьют, как бы, это значит, нормально Значит, во всех семьях так бьют, как бы, я же по-другому-то ведь и не видел А вечером его отец нас находит, на сеновале-то, как бы, где мы все время спали Он говорит, ну пойдемте, ребята, на крышу-то на сеновала, как бы Посидим, говорит, поболтаем, мы садимся И он, знаете, он так, как человек, сидит и объясняет, и нудит А Костю бесит, он прямо такой сидит И вот там Костя говорит, слушайте, он говорит, вот лучше бы меня взял ремня И по жопе, говорит, меня, говорит, вот как вот, говорит, вот тебя, Саня, говорит Я, говорит, лучше бы, и, говорит, закончился на этом То есть это наказание еще сложнее Говори, еще хуже, да Так, поэтому я и решил тогда, вот, как раз, Костя, с твоего батя, с примера Что я буду с своими детьми разговаривать То есть будет ему хуже Так что, всем, ребята, пока Такое вот видео на час Ты хороший мальчик? Угу Видите? Копирка Всем пока, любите своих детей, любите себя Занимайтесь своими детьми Иначе дети займутся собой сами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!